Уважаемые слушатели, мы продолжаем изучение курса современной США. На предыдущем занятии мы с вами говорили об особенностях политической системы социальных отношений в современных США. На этом занятии мы более подробно поговорим об особенностях ныне действующей Конституции США. Мы рассмотрим такие вопросы, как особенности ныне действующей Конституции США, поговорим о символах американского государства, истории создания флага, герба, гимна США. Ну и третьим, последним вопросом сегодняшней лекции станет обсуждение понятия «американский менталитет» и «американская мечта». Итак, начнем с Конституции. Когда колонисты поселились в Северной Америке, то каждая колония со временем стала принимать собственные какие-то правила внутреннего устройства, правильного распорядка жизни и так далее. И вот своеобразным прообразом Конституции США считается документ под названием «Фундаментальные положения», который был принят в колонии Коннектикут еще в 1639 году. И, естественно, другие колонии тоже принимали подобные законодательные вложения. И когда началась война за независимость в 1775-83 годах, американский Конгресс посоветовал каждому штату обзавестись собственной Конституцией. Именно по инициативе Конгресса США была разработана первая Конституция США под названием «Статьи Конфедерации». По этой Конституции каждый штат фактически был самостоятельным государством. И по этой Конституции американцы жили всего лишь несколько лет. С 1781 по 1787 годы. И в начале 1787 года Конгресс решил пересмотреть статьи Конфедерации и принять новую, более современную и соответствующую моменту Конституцию США. Ту самую, по которой Америка живет до сих пор. И 25 мая 1787 года несколько десятков депутатов Конституционного конвента прибыли в Филадельфию для выработки новой Конституции. Эта работа продолжалась 3,5 месяца и завершилась 17 сентября того же года. Надо сказать, что далеко не все депутаты, работавшие над текстом Конституции, в конце концов поставили под текстом свою подпись. И в результате подписали ее всего 39 человек. Председателем Конституционного конвента был избран Джордж Вашингтон. Он знаменитый меч революции, первый в будущем президент США. Также большую роль в выработке Конституции сыграли Джеймс Мэдисон, Александр Гамильтон, Томас Джефферсон и некоторые другие видные политики США того времени. И в конце сентября 1787 года проект Конституции был передан на рассмотрение и ратификацию всем 13 штатам. По положению Конституция вступала в силу после ратификации ее 9 штатам из 13. То есть когда количество штатов достигало квалифицированного большинства в 2 трети от числа 13. И первым ратифицировал Конституцию штат Дилавер. С тех пор он носит такое неофициальное прозвище Constitution State, то есть штат Конституции. Тот самый, который первый ратифицировал Конституцию. Затем Пенсильвания, Нью-Джерси, Джорджия, Коннектикут, Массачусетс и так далее. И вот 9 штатом в середине 1788 года стал штат Нью-Гэмпшир. Конституция уже вступила в силу. Тем не менее остальные штаты ее продолжали ратифицировать. Последними это сделали Северная Каролина и Рот-Айленд, который принял ее в конце мая 1790 года. Таким образом процесс ратификации Конституции затянулся на полтора года. И в соответствии с новой Конституцией наступил процесс передачи власти новым избранным органам власти. В качестве места пребывания нового правительства был избран Нью-Йорк. И на какое-то время этот крупнейший американский город стал второй столицей США. Напомню, что в истории США всего три столицы. Первой столицей был город Филадельфия, второй столицей Нью-Йорк и затем город Вашингтон, который до сих пор является третьей столицей Соединенных Штатов Америки. И, как уже говорилось в одной из предыдущих лекций, спустя несколько лет, в 1791 году, к Конституции были добавлены первые десять поправок, известные под общим названием «Биль о правах». Эти поправки включали в себя многие гражданские свободы, буржуазные свободы, которые не вошли в основной текст Конституции, но были включены в качестве первых десяти поправок спустя несколько лет. И затем, после первых десяти, со временем были приняты одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая и прочие поправки. Всего до нынешнего дня к ныне действующей Конституции Шаббла принято 27 поправок. Одна из последних – это о праве голоса для молодежи с 18 лет. Одна из предпоследних – это о том, что президенты не могут занимать свой срок, этот пост, простите, больше двух сроков и так далее. Всего 27 поправок. На самом деле, получается, что американцы до сих пор живут по документу, который выработан больше двухсот лет назад. Правда, вносят в него поправки. Но принципы государственного устройства, которые были созданы в тот момент, они до сих пор считаются неизменными. Теперь поговорим о символах, государственных символов США. Государственный герб США был утвержден 20 июля 1782 года. На нем белоголовый орлан держит в когтях в одной лапе оливковую ветвь, как символ миролюбия, мира. И в другой лапе 13 скрещенных стрел по числу первых 13 штатов США. Ну и над головой орлана есть такая розетка, там тоже 13 звезд. Я уже говорил, что число 13, оно очень характерное для символики Соединенных Штатов Америки, потому что первые 13 штатов. Соответственно, на флаге США 13 полос, на гербе 13 стрел и так далее. Вот бывают такие характерные цифры. Вот для Российской империи, допустим, была характерна цифра 11. То есть в стране было 11 министерств, страна была поделена на 11 военных кругов, было в стране 11 казачьих войск и так далее. То есть для Российской империи было характерно число 11, а для США такое число важное, это число 13. Если говорить о флаге США, то на нем есть 7 красных и 6 белых полос, которые перемежаются, и в левом верхнем углу находится синий прямоугольник с белыми звездами. Поначалу звезд было 13 по числу первых штатов, и эти звезды располагались по кругу. Потом с увеличением количества, так сказать, звезд, когда были приняты новые штаты, тогда, соответственно, звезды стали устраивать уже не по кругу, а вот в ряд, одну за другой, и сейчас на американском флаге 50 звезд. 50 звезд соответствуют 50 штатам США. Поначалу, когда 14-15 штатами стали Вермонт и Кентукки в 1795 году, было решено увеличить и количество полос на флаге, то есть не 13, а 15 и 15 звезд. Потом в дальнейшем было решено, что количество полос останется неизменным, 13, а вот количество звезд будет увеличиваться по мере необходимости. Ну и, соответственно, каждый американец, глядя на свой флаг в разные периоды существования страны, мог судить о том, сколько теперь штатов в составе США. Надо сказать, что последняя 50-я звезда появилась на флаге США в 1960 году в честь того, что Гавайские острова стали 50-м штатом США. 49-м штатом США стала Аляска. А честь создания первого флага США принадлежит молодой женщине по имени Бетси Рос, которая сшила первый государственный флаг США в 1777 году. Если говорить об американском гимне, то гимном стала песня «Усеянными звездами знамя». Надо сказать, что музыка этого произведения гораздо старше слов. Слова гимна США появились в 1812 году. В этом году США еще раз воевали с Англией. Это была такая скоротечная война, которая, в принципе, ничем существенным не окончилась. Но в ходе этой войны, так сказать, велись военные действия, и американцам пришлось отстаивать от английских бомбардировок некоторые свои города, форты. И вот молодой человек, юрист из Виргинии, Фрэнсис Скотт Ки, присутствовал как-то при осаде англичанами американского форта. И англичане подвергли форт страшнейшей бомбардировке. Но утром, когда встало солнце на следующий день, над фортом по-прежнему гордарил звездно-полосатый флаг. И это так вдохновило Фрэнсис Скотт Ки, что он написал стихи, которые сейчас стали текстом гимна США. Надо сказать, что Фрэнсис Скотт Ки в то время был очень молод, ему было всего 33 года, и он, к сожалению, не дожил до этого времени, когда его стихи стали официально текстом гимна США. Потому что это произошло только 3 марта 1931 года. И американцы очень любят свой гимн, они его очень часто исполняют, поют при поднятии флага. В американских холлах, в частности, это происходит каждый день. У них каждый учебный день начинается с клятвы, и начинается с церемонии поднятия флага. А теперь наступило время поговорить о понятии американский менталитет и американская мечта. Надо сказать, что многие ехали в Америку. Америка – это страна иммигрантов. То есть многие, кто прибывали сюда из других стран и континентов, мечтали о начале новой жизни, где не будет угнетения, где не будет какого-то преследования, религиозного, политического, какого-то другого. И поэтому все мечтали о новой свободной жизни и о том, что эта страна даст им для этого все возможности, и что Америка – это страна равных возможностей. Вот есть такое немножко идеализированное понятие «Америка – страна равных возможностей». И в самом таком утрированном, в самом кратком изложении американская мечта выглядит так, что каждый чистильщик сапог может со временем стать президентом страны. Ну, не знаю, как насчет сейчас. И, кстати, это, я думаю, маловероятно. Сейчас для того, чтобы добиться чего-то в жизни, нужно в первую очередь очень хорошее качественное образование. И будет ли оно у чистильщика сапог – непонятно, в общем-то. А в прошлом действительно были президенты, которые поднимались с самого дна, как бы самых социальных низов. Я уже упоминал Эндрю Джексона, который был из семьи портового грузчика. И хороший пример – это 31-й президент США Герберт Гувер. Вот, о котором я пишу книги. Я являюсь его биографом, этого президента. Так вот, он из маленького айовского, клакерского поселения Весбранч. Круглый сирота, который очень рано остался без родителей. И который, в общем-то, начинал с того, что был разнорабочим на ферме своего дяди. То есть человек, который кидал навоз на ферме, так сказать, да, со временем стал очень богатым человеком, очень известным, знаменитым. И, в конце концов, был избран 31-м президентом Соединенных Штатов Америки. Из небогатой фермерской семьи вышел Авраам Линкольн. И, в общем-то, много-много американских президентов вышли, в общем-то, из средних и даже низших слоев населения. Если эту мечту немножко, так сказать, интерпретировать, то сейчас она выглядит так, что каждый, допустим, официант, работающий там в кафе-ресторане, он мечтает со временем выкупить, допустим, это заведение и стать его хозяином. То есть каждый мечтает сделать какую-либо карьеру и добиться всего в жизни, поскольку Америка предоставляет для этого возможности. По крайней мере, конституционно, так сказать, закреплено равенство в правах, и вот все люди рождаются равными, и потом, соответственно, каждый из них в меру своих сил, в меру своего характера, в меру своего трудолюбия старается сделать карьеру. У американцев есть такая знаменитая известная поговорка «Your character is your destiny», то есть твой характер – это твоя судьба. И действительно это очень часто оправдывается. Что касается американского менталитета, то сейчас, так сказать, мир очень тесен, как говорят американцы, «it's a small world», то есть это маленький мир, и возможно, что вам предстоит общение с американцами, и хорошо бы, чтобы вы немножко себе представляли, так сказать, особенности американского менталитета. Потому что они и есть, эти особенности, они есть, наверное, у каждого народа, можно говорить о менталитете на казахском, эстонском, русском, британском, французском, итальянском, в общем-то, какому угодно, и, конечно же, в том числе американском. Так вот, говоря о американском менталитете, в первую очередь хочется обратить внимание на то, что важнейшим качеством американцев является индивидуализм. Вот это, знаете, такой культ героя-одиночки, который тиражируется в Голливуде, и, кстати, который является такой красной нютью во многих голливудских фильмах. Это, конечно, очень здорово. Вот индивидуализм, когда человек надеется на себя, не на своих родственников, друзей, на государство и так далее, когда понимает, что нужно саму, так сказать, действовать, саму чего-то добиваться, решать проблемы. Но, к сожалению, очень часто хорошее качество, индивидуализм, в принципе, если он здоровый, то это очень хорошее качество, это может перейти в некую свою противоположность. И в данном случае индивидуализм часто переходит, перерастает в эгоизм. То есть большинство американцев довольно эгоистичны, и с этим ничего поделать нельзя. Соответственно, у эгоистов мало друзей, или что может быть вообще. Именно поэтому, наверное, самым популярным комедийным сериалом в США, вот еще недавно, был сериал «Друзья», потому что американцы смотрели, как вот дружат три парня и три девушки, так сказать, и восхищались их дружбой, потому что многие из них были просто лишены этого в реальной жизни. У многих американцев вообще нет друзей, или очень мало их количества. То есть это данность, как бы, да. Может быть, во многом этот индивидуализм, эгоизм выросли из того, что большинство американцев выросли на маленьких фермах, в прочных поселочках, так сказать, где не было особого, так сказать, общения какого-то социального, так сказать, да, и вообще там принято, как бы, вот, все-таки быть такой самостоятельной, самодостаточной личностью, вот, а не полагаться на коллектив, там, и так далее, и так далее. Второй важной чертой американского менталитета является законопослушание, скажем так, законопослушность. Вот как-то довелось спросить американца, в чем вот высшее счастье, как бы, американского человека. Вот, он подумал, сказал, что жить соблюдая законы. Вот, то есть американцы очень законопослушны, вот, это усваивается с детства буквально, так сказать, это выбивается из поколения в поколение, что нужно быть законопослушным, выполнять законы, жить по законам, там, и так далее. Приведу простой пример, значит, вот, и мы с другом подъезжаем на машине к супермаркету, уже остановились, я отстегнул ремень, вот, там впереди появилось место ближе к входу, и мой друг поехал туда на маленькой скорости, на расстоянии, там, в 50 метров, вот. Я не пристегнул ремень, он на меня строго посмотрел, сказал, пристегнись, я сказал, да что мы совсем несколько секунд только будем ехать. Он сказал, неважно, сколько мы будем ехать, и на какой скорости, важно другое, машина в движении, ты должен быть пристегнут, да, да, вот, то есть нужно соблюдать законы, собственно говоря, да, вот, поэтому у людей даже довольно солидного возраста в магазине могут спросить удостоверения личности, чтобы продать алкоголь, так сказать, совершеннолетнему человеку, да, вот и так далее. То есть таких нюансов будет очень много, и нам это зачастую непривычно, что они настолько, вот, так сказать, скрупулезны до точности и соблюдают законы. Еще одна черта американского менталитета, это нацеленность на успех, на удачу в делах, вот, то есть американцы хотят успеха любой ценой. К сожалению, это приводит к тому, что там предприниматели фальсифицируют отчетность, так сказать, да, спортсмены принимают допинг, допустим, нобелевские лариаты, ученые, так сказать, фальсифицируют результаты своих научных исследований, хочется успеха, хочется успеха любой ценой, здесь и сейчас называется, да, вот, и самое обидное ругательство в Америке, это лузер, неудачник, никто не хочет быть неудачником, все хотят успеха, все хотят удачи, вот, ну, не каждому, конечно, это удается, но такая нацеленность, собственно говоря, есть. Вот, и еще, естественно, есть такое в американском характере некое миссианство, так сказать, что американцы хотят всех осчастливить, как бы они считают, что они живут лучше всех, их модель самая лучшая, экономическая, политическая, там, идеологическая, культурная, и они хотят это все построить в остальном мире, считая, что нужно его осчастливить таким образом и готовы это делать, в общем-то, да, с упорством, достойным лучшего применения, так сказать, да, вот, и вот это вот некое миссианство, вот, вы are number one, да, мы номер один, то есть я сам слышал на лекциях от американских профессоров, вот, мы самые лучшие, весь мир смотрит на нас, весь мир равняется на нас, вот, они с этим тоже живут, они к этому привыкли, они считают, что так оно и есть, как бы, да, и все другие страны должны вот за ними следовать, как бы, да, и тоже, так сказать, вот, приближаться к этому американскому идеалу, к демократии, как они ее понимают, там, и так далее, и так далее. Вот это только, ну, несколько черт американского менталитета, вот, я думаю, что некоторые из них, вот, было бы полезно у нас воспринимать, особенно в плане соблюдения закона. На этом все, благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok